Приветствую вас. Ситуация такова, что у взрослого человека, а вы пишите, что в свекрови 62 года, не поменять. Она встретила того человека сейчас, на данный момент, который дает ей то, что нужно, а именно показывает ей, что она желанна, что она привлекательна, что она прекрасна. И у вашей свекрови, по сути, открылось второе дыхание, можно сказать, вторая молодость. И это чувство, чувство полета, чувство вдохновения, чувство жизни, ваша свекровь, к сожалению, ни на что не применяет. Потому что, как бы вы ни старались, что бы вы ни говорили, даже откровенную правду, даже совершенно неоспоримые доводы, свекровь не захочет, не смонет, она сдастся с тем чувство, что она парит, которое у нее есть сейчас. Она, как уже достаточно пожилой человек, видимо, считала, что ее жизнь закончилась. Она считала, что все, сын ее с вами, да, она одна, у нее никого нет, никому она не нужна. И тут появляется этот человек. Этот человек вдохнул в нее новую жизнь, и она слишком сильно держится за это, слишком сильно дорожит этим, чтобы потерять, чтобы самостоятельно разрушить то, что у нее вот так вот неожиданно появилось. Поверьте, ваша свекровь, думаю, не такая очень глупая женщина, чтобы не осознавать всего того, что вы пишете. Она понимает, как только ее это не волнует. Ее волнует лишь то, что дает ей мужчина, это тот же, его она хочет. А все остальные обстоятельства ее совершенно не беспокоят. Возможно, где-то на задворках сознания она чувствует, что что-то не так. Она знает, что это закончится, она знает, что это не вечно. Но она в силу своей мудрости, скорее всего, просто решила радоваться каждому моменту, проведенному ей вот так. И в ваших силах, в вашей ситуации можно сделать только одно. Я бы порекомендовал вам подготовиться к возможным махинациям. То есть, подготовить адвоката, проработать возможные негативные последствия действия этого человека. И просто ожидать. Ожидать того, когда это произойдет, чтобы во всеоружии встретить беду, встретить проблему. И начать как можно быстрее ее решать. Вы можете предварительно собирать информацию об этом человеке. Вы можете собирать доказательства того, что он сейчас пребывает с вашей свекровью. Вы можете собирать на него косвенную информацию о нем. Ну и так далее. И все это передавать адвокату, материалы, материалы передавать юристам, чтобы они в режиме реального времени получали все доказательства того, что этот человек не является добросовестным. И потом, когда время придет и он проявит себя, вы оптимально и оперативно отреагируете на его действия. И тем самым, можно сказать, по горячим следам не дадите ему получить то, что он хочет получить через вашу свекровь. Я думаю, что в вашем случае это единственный верный вариант. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.